С выбором профессии Татьяна Малькова определилась еще в школьном возрасте. Она решила продолжить семейное дело и после девятого класса пошла учиться в политехнический техникум на повара. Выучилась, а когда пошла учиться дальше, думала поменять профессию. Выучилась на бухгалтера и поняла, что это совсем не мое, и вернулась дальше, стала продолжать учиться и работать поваром. В кулинарном деле Татьяна с 19 лет начинала работать в детском саду, потом поваром в столовой. Сегодня она заведующая производством одного из кафе «Ядерного центра». При этом Татьяна старается постоянно повышать свое кулинарное мастерство. Меня посылали в Москву, я даже обучалась в японской кухне, ездила в Питер на повышение квалификации, в Нижний очень часто ездили на всякие конференции. То есть как бы мы на месте не стоим. Кулинария – это не ремесло, а настоящее искусство, считает Татьяна. Человек может выучиться на эту специальность, но если в нем нет творческой жилки, он никогда не станет настоящим поваром. Если подходить с профессиональной точки зрения, конечно, мне кажется, должно быть еще и талант, и желание. Просто научиться поваром, выучиться можно, но чтобы была еще душа у повара. То есть в блюдо нужно вкладывать всю душу, если ты хочешь, чтобы это было вкусно, красиво. Рабочий день Татьяны начинается в 7 утра. Весь день она проводит у плиты или за бумажной работой. Помимо приготовления блюд, она должна еще и заказывать продукты, следить за тем, чтобы в холодильниках не было нарушено товарное соседство, составлять технологические карты на блюда и прописывать в них список ингредиентов и процесс приготовления, придумывать новые рецепты. Работы у Татьяны много, но за все время она еще ни разу не пожалела о выборе профессии. Мария Рунч, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.